Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. Я на берегу, всем желаю хорошего дня. Я только что проснулся, а биткоин вчера вырос. Но будьте осторожны с тем, чтобы открывать крупные позиции. Биткоин вырос на данных об инфляции, которая на 0,1% меньше, чем ожидалось. Но это смешно. Инфляция ожидалась 3,3%, а по факту 3,2%. Но это ни о чем. Кто-то использовал эту слабенькую новость для того, чтобы помпануть рынок. Чтобы трейдеры позалетали в лонги, а затем их ликвиднет. Я просто уверен в этом. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Или нет, не по эфиру. Я держу Додж, Ворлд Коин, Биткоин, МСРТ, Юни. Поэтому вот что-то из этого посмотрим. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И я записываю эти видосы уже 4 года, бесплатно, каждый день для вас. И записываю на рассвете. Смотрите, какая красота. Каждый день делаю эти видосы. Можете смотреть это бесплатно. Но если вас парит моя борода, этот хлам на голове. Окей, без проблем. Тогда не смотрите. Потому что я хочу помогать достойным людям. С добрыми сердцами. Ну давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. GME падает. Юнисвап плюс 12% вчера. Я держу как раз Юнисвап. Додж Коин плюс 6%. Хорошо, растут альткоины. Тесла плюс 3,8%. Растет Тесла на ожиданиях результатов голосования, которые будут сегодня. Сегодня финальное голосование. Но по Тесла посмотрим, если останется время, тоже сделаем теханализ. А теперь давайте на биткоины. И кстати говоря, BNB тоже растет. Так, что у нас на биткоине? Недельный таймфрейм. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он давал в феврале прошлого года. Стохастик направлен вниз. И это причина, по которой я говорю быть всем осторожным. Потому что когда я вижу, что падают торговые объемы, объемы предсказывают цену. И вот падают объемы, меня это сразу напрягает. Когда биткоин растет на низких торговых объемах, это ненормально. Будьте очень осторожны. Именно по этому индикатору я предсказал разворот рынка в 2021 году. Ровно в тот самый день, когда и был разворот на биткоине. Да, и в этом году тоже предсказал. Поэтому будьте очень осторожны. Объемы падают, стахастик направлен вниз. И моя цель подобрать биткоин на уровнях поддержки. 59 тысяч долларов. Биткоин ходит в этом канале, но это бычий флаг на самом деле. И расширяющийся клин. Нисходящий расширяющийся клин. Это бычий паттерн. Но, опять же, падают торговые объемы. А объемы предсказывают цену. Поэтому будьте очень осторожны. Основная желтая трендовая линия. И моя цель 59 тысяч долларов. На дневном стахастика в нижней зоне. А вчера были всплески на объемах. Смотрите. Биткоин прошел вверх, но затем цена опустилась. Стахастик направлен вверх. И мы на графике также видим перевернутую голову и плечи. Формируется. Но вроде как не смог биткоин пробить линию шеи. Нужен хороший такой сильный импульс, чтобы выйти вверх. Но у меня две торговые идеи, которые я держу уже несколько недель. И жду, пока биткоин туда опустится на эти уровни. Не хочу заходить на вершине в лонг. И я бы лучше подождал коррекции. И вот два уровня поддержки мне как раз на графике и обозначены. Еще один опасный паттерн, который есть на биткоине, это восходящий клин. Внутри него создается давление-давление. И выходим вниз. И видите, что уже вышли вниз фактически из этого паттерна. У меня стоят заявки на 63 тысячи долларов и на 59. И это чисто для того, чтобы зайти, поймать отскок и выйти. Посмотрите на моем торговом аккаунте Bybit. Мне уже установлены эти ордера. На два биткоина по 63 тысячи долларов. Было там больше, но я сократил позиции. На пять биткоинов по 6250. Опять собаки вокруг бегают. В общем, на 63 тысячи долларов на два биткоина. И на пять биткоинов по 6250. А также на полмиллиона доджкоинов хочу зайти по 11 центов. И также у меня заявки на споте. На покете по 0.077. Юнисвап по 680. Юнисвап хорошо вчера оттолкнулся. И доджкоин вчера тоже, кстати говоря, подрос. А также заявка на ворлдкоине по 3 доллара. На балансе 594 тысячи 500 долларов. Я держу, что я держу. Ворлдкоин на 2,9%. И 50% у меня в USDT. 16% МСРТ. Биткоин 14%. Юнисвап 6%. Доджкоин 5. Покет 3. А теперь давайте посмотрим на доджкоин и дальше на юнисвап. Если останется время, еще и на покет тоже. Так, начнем с доджкоина. Потому что если Илон что-нибудь затвитит, то можно ожидать роста. Ну и посмотрите, я был абсолютно прав насчет этого восходящего клина, из которого доджкоин вышел вниз. Внутри создается давление, и в итоге вниз и вышли. И основной уровень поддержки на доджкоине это 12 центов. Но также обратите внимание, что на доджкоине еще и бычий паттерн. Вот этот нисходящий большой треугольник. Мы выходим из этого треугольника, когда пройдем 70% его длины. Но сначала доджкоину нужно опуститься на уровни поддержки. Поэтому уровни поддержки на доджкоине это... Ну я думаю, что... Да, как раз вот 12 центов. На доджкоине, на дереве этих вах, у меня стоит заявка на 11 центов. Изменим на 12 центов. Или нет. Пусть будет на 11, но... Увеличим размер позиций. Не полмиллиона доджкоинов, а... 700 тысяч. Или давайте я отменю вообще эту заявку и... Создадим новую. На 700 тысяч доджкоинов или что? Давайте по-другому. На 10 тысяч долларов... Зайдем по цене... 0.11... Нет. 1.5. Нет. 1.1. 5. Вот так. 0.115. Зайдем по этой цене на 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов с 20-м плечом. Цена открытия 0.115. Размер позиции почти 200 тысяч. 1.7 миллиона доджкоинов. Получается ордер. 1 миллион 700 тысяч доджкоинов. Но слишком рискованно. Потому что легко может ликвиднуть. Давайте сократимся до... 1 миллиона. Так как оно и было раньше-то изначально. На 1 миллион доджкоинов. Будет эта позиция. 1 миллион доджкоинов. Подтверждаем. По цене 0.115. И также заявка на 2 биткоина по 63 тысячи. Давайте это тоже поправим. Если биткоин прольется, то будет сильный отскок. Хороший такой. На 3 биткоина зайдем. И 5 биткоинов по 60.250. Также на споте. Ордера на Покете. Юнием. Ну давайте посмотрим тогда на Юнисвап. Откроем Юнием. Сделаем теханализ. Юни-юни-юни. Юнисвап. 10 долларов. Подрос вчера. Чашка с ручкой. Нисходящий треугольник. Юнисвап похоже будет сейчас выходить вверх из этого треугольника. Стохастик направлен вверх. Растут торговые объемы. Поэтому, я думаю, Юнисвап будет расти сейчас. Давайте купим Юни. У меня Юнисвап на 32 тысячи долларов. Ну давайте докинем еще на 10 тысяч. А старый ордер по Юнисвап отменим. Давайте купим на 5 тысяч долларов. Прямо сейчас на 5 тысяч. Под 10 долларов. 8 центов. Покупаем Юни на 5 тысяч. И давайте еще поставим на 9 долларов. Еще на 5-рик возьмем. А под 9.50 еще на 5 тысяч долларов. Итого, возьмем Юнисвап на 15 тысяч долларов. Вот они ордера, размещены. Прекрасно. И пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баббит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Но для этого нужно выполнить все необходимые условия. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. И всегда кто-то есть онлайн, с кем можно пообщаться. Отличная комьюнити сформировалась. Ну и теперь покажу вам комментарии моих подписчиков. Биткоин 46 тысяч 943 доллара. Это был октябрь 23-го года. Хорошие были времена. Биткоин тогда рос от 16 тысяч долларов. Этот подписчик заработал 148 тысяч долларов на биткоине. Я купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже отбил все бабки и купил себе Харли Дэвидсон. Поздравляю. Я просто хочу сказать тебе, Джеймс, что ты гений. Твой теханализ абсолютно великолепный. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. Благодаря твоим видео. Спасибо, Джеймс. Я покупаю виллу за полмиллиона долларов. И таких комментариев у меня сотни тысячи. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Будьте очень осторожны, торгуйте аккуратно. Я лично пытаюсь ловить проливы на рынке. Вот как, например, вчера можно было зайти в юние. Хорошо поторговать этот отскок. Всем хорошего дня и увидимся завтра.